От Волги до Енисея, ногами не счесть километры, Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Дмитрий Алямкин готовится покорять водные просторы. Юноша с детства знал, чем он хочет заниматься. Перед глазами был пример. Отец Дмитрия трудится моряком. Поэтому сын решил пойти по его стопам. Закончил речной университет с отличием. Теперь строит планы на будущее. Есть, конечно, небольшая только печаль, потому что все-таки прощаюсь со своим любимым филиалом и иду в плавание скоро. И меня это вообще не пугает, потому что сейчас у нас проходы все современные, много мер безопасности. Поэтому ничего страшного чаще всего не случается. Дмитрию и его однокурсникам вручили билет во взрослую жизнь. В этом году ряды речного флота пополнят 119 выпускников. Поздравить их собрались родители, преподаватели, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Я желаю всем вам успеха. Я желаю всем вам удачи в той нелегкой службе, работе, которую вы себе выбрали. Я желаю, чтобы время, проведенное на стенах нашего филиала, воспоминали как самые лучшие дни, годы своей жизни, мысленно возвращаясь туда. Это профессия, которая дает очень большие перспективы. Профессия, которая всегда востребована и профессия, которая очень нуждается наша страна. Я искренне желаю вам крепкого традиционно флотского здоровья, удачи, успехов, дальнейшего роста, поступления на высшее образование и всех благ, как говорят на флоте, 7 футов под килем. Торжественная церемония прошла в символическом месте, на набережной, на аллее памяти, посвященной юнгам Великой Отечественной войны. В памятной стелле возложили цветы. Вот к монументу каменного срок, когда приходит памятная дата, с волной крутой склоняется вино под рокот набежавшего оката. Самара – это сердце России. А наша главная артерия – широкая Волга с большим количеством притоков – отличное место для подготовки будущих моряков и речников. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.